Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас идешь где-нибудь к полюсу, и везде бутылочка валяется. Да. Вот, что нельзя, когда примет время. Чего только нет. Бутылки еще, ладно, зашло, всякая пластмасса валяется, которая вообще, она же не так и лежит там десятилетия. Сырные банки они хоть перержавеют, а пластмасса ведь нет, так и не остается. Это как Куэро сказал, что каждый этюг надо пропустить через мастерскую, так в этом духе, но в том смысле, что когда принес домой, там что-то такое есть, что не досмотрел. Можно исправить с умом, правда, шанс испортить тоже порядочный. Мне Никита жаловался, дядя говорю, я сколько раз жалею потом, что попортил, стараюсь сделать лучше, это ясное дело. Но нужно случайности какие-то совершенно убрать. А как вести много раз эти уфи? Ведь состояние не бывает одинаково в природе. Абсолютно, не повторяется никогда. А как вести тогда? А это уж тут закона нету. А как Вы на этот счет предпочитались? Если быстрый этюг, успеваешь сделать быстрый на состоянии, это совсем быстрый. А иначе там приходится уже помнить очень то, ради чего стал писать. И его выявлять, как сказал Сергей Васильевич. Мне очень понравилось, когда там произошел разговор насчет там усиливать, там свет усиливать, не усиливать. Он сказал, да не надо ничего усиливать, надо выявлять. Выявлять ту особенность колорита, которая в данный момент тебя восхитила. Выявлять, а не усиливать. То красное краснее, а зеленое зеленее. И дело с этим не в этом. А дело в том, в общем строе, который там заложен. То есть как бы получается картина, да, и ее надо решить. И картина, и в колорите то же самое. То есть я помню, мы писали постановку в институте. Писали постановку. Это еще в Козов в Крыму там у нас были практика. И вот на турчице делали. А постелили, в ноги постелили коврик деревенский. Вот половик, половик. Он раньше был полосатый, там зеленый, голубые, красные такие. Тестыненькие были, тестыненькие. Вот. Ну а когда тут по нем походили, в пыли лежит он. Уж там такие стали сложнейшие какие-то краски. Бог его знает, как их назвать-то. А одна девица, которая еще ратывала такой цветной колорит. Она сделала и собачила все это. Розовый, как будто новый ковер. Новый половик. Значит она решила, что она сделала цветной. На самом деле она просто чушь сделала. Потому что она... А тут характерная этого постановки была, что ковер этих половик стал в общем-то серый. Значит выявить надо было не розовым, не голубым. А именно вот эти сложные серые. Вот и вся разница. Особенность. Каждая особенность данного момента. Данного. Поэтому неповторима. Колорит каждого момента, каждого состояния. Он неповторим. Так заранее считаю. Вот у меня всегда проблема. Я вроде бы стараюсь, вижу в природе, что день разный. И чувствую, и могу понять это, и люблю разницу в свете каждого дня. Даже нюансы я чувствую. И уважаю колористов, и понимаю, что такое колорит. И ценю колористов. А вот у самого сложность чисто практически взять и сделать колоритную работу. Потому что стараешься быть искренней писать. И в то же время не получается. Понимаешь, Андрей, с понятием слова «колоритная работа» Это идёт, что относительное… Что такое колорит? Колорит – это состояние… Цветовое состояние природы. Дай на момент. Вот Беленицкий белый. Вроде серый, так? Так. А он очень колоритный. В смысле, цветность. Она очень сдержанная, но очень принципиально точная. Вот такие точные, принципиально точные отношения цветовые, они создают колорит. А что такое колорит в природе? Что его рождает? Сама природа и рождает. Чуть изменилась влажность воздуха – всё другое. Чуть изменилась… Солнышко повыше поднялось – всё. Солнышко скрылось – опять другое. То есть это же бесконечно. Ведь ни один день не бывает точно, как другой. Ну, этим… Этим вот очень занимались в своё время и сеслей, и писарок, и клонманы. И очень правильно. И наш Константин Алексеевич Коровин разбирался в этом, пожалуй, лучше всех. А как это технически? Я понимаю разницу. Технически – как мешать красок, какие мешать краски. Чтобы выразить то, что ты видишь. Потому что видеть – вижу, да. О которых слышу, слышу, но… А вот… Как вот это изобразить? Какими… То ли краски, какие-то группировать там… Ну, это уже… Тут можно говорить не о красках, а о цветах. О законах цветоведения. Там вот это взаимоотношение контрастов. Там это… Проникновение одного цвета, другой. Допустим, жёлтый и синий рядом. Что… Какой рядом? Третий цвет появится. Или оранжевый, или зелёный. Как какую сторону будет? Зависит от качества синего, от качества жёлтого. И это уже там цветоведняя цельная наука. Там всё… То есть дополнительные цвета должны работать? Не обижать, но дополнительные. Дополнительные цвета часто очень бывают как раз от усталости глаза. А вот вторичный контраст – Проникновение цвета, как там, сложение цветов и учитание. Это вот реальная жизнь. Наука-то об этом… В девятнадцатом веке добилась. А Веронид сейчас всё писал. Во всем правилах. Просто видел это ещё. Видел? Ясно. 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 На атузи – это вот… чем хорошо клеит и он не тянет когда высыхает он не тянет и не коробится ничего все нормально так букетик вот это еще так все хоть время не теряется правильно а вы каждый день пишет увы нет стараюсь конечно стараюсь есть разные заботы дела хватать ну а вот из того что получается как у вас в неделю сколько раз вас получается поработать в неделю в среднем ну в общем-то стараюсь что-нибудь каждый день сделать только сколько вот вопрос ни один художник говорил надо в день работать 4 часа каждый день ну конечно это прекрасно можно даже больше это идеально да вот этот между прочим сколько мы уже знаем сколько и книг написано сколько вообще сочувствия и так сказать восхищение жизнью и творчеством ван гога воды такой он страдалец и так сказать судьба страшная да 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 и вот я думал ну а собственно говоря в чем его страдание он был психически больной человек это страдание совершенно ясно но не страдание художника пока художник он был счастливейший человек он мог работать сколько ему хотелось на полном обеспечении он получал уже полное обеспечение от брата полный краски 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 холсты он все имел и мог спокойно работать что был ненормальный это конечно его страшное горе страшная беда но как художник как художник он был счастлив что он работал он мог работать и посвятить все свое время творчеству все нет никаких не забот ничего не на всем готов это же чудо вот когда я вспоминаю такого же человека несчастного смысле судьбы это нашего федотова ведь он тоже всего на всю 10 лет проработал также кончил сумасшедшим дом но только разница он должен был семью содержать должен был все время заботиться о куске хлеба у него была такая трагическая судьба смысле напряжение физического и заботы всего они о нем весь мир и знать не знает но это забота русская нация о том чтобы не узнал да да вот русский виноват в этом что они не могут популяризировать своих вот-вот-вот вот я об этом говорю а его это самое его у всех как говорится свое мнение но я например не сравниваю по значимости федотова и этом самом наверно в этом никто не сомневаюсь и ван гога другое дело что о ван гоге написал вернгстон книгу и он в цене вырос и его работы беречь начали ван гога расстреляться кстати мне он нравится в другом языке к колорице не он нравится очень у них хорошие качества очень так что это не значит что я не понимаю я его просто даже люблю но все-таки по смысл смысле от масштаба и грандиозности совершенного федоров это колоссальный художник колоссальный он изумительный колорист о нем просто смотри так одесский жанр такой мелкий жанр ничего подобного кроме там содержание изумительного глубокого содержания он величайший колорист нельзя обрылов понял что это такое это не не пустая фраза завидовать конечно никому не завидовал но отдать должное федотов он отдал какой-то невероятной глубине и красоте анкор одна из лучших работаем рембрандта была это чудо да все они каждая картина особенная ни на что не похожа колорицу так вот ну что так мы найдем и закончим вот хотелось бы узнать это вот самом алгоритме работе вашем вашем алгоритме расслабился по жизни ну в общем я пишу на картоне на разного сорта картоне не на холсте потому что холст у нас очень грубый и даже если мелкое зерно все равно я на узловатый и нехороший если прежний вот наши старые мастера писали на холсте на котором не было совершенно этих самых узлов и один мазок сразу при желании закрывал фактуру холста то теперешнего меня не устраивает холст я пишу на картоне сам картон грунтую причем грунтовать картон нужно очень просто клеем либо желатином либо старым клеем берешь картон горячий клей проклеиваешь не густой здесь проклейка сразу одну сторону вам другую сторону с двух сторон после проклейки проклеиваешь еще раз то есть уже с каким-нибудь колером который я заранее разложу пишу обычно не на белом картоне а на тонированном какой мне интереснее как и сам колорит или серовато талтист или холодный вечерний вечерний лучше писать на темном грунте я думаю и володя стажаров тоже так же делал какой теплый холодный а это зависимость от того как нравится кто-то пишет на более холл кто-то на более котик темном это вечерний а вот такой обычный сероватый так я эту штуку подсмотрел у консульта алексеевича коровина он даже холст окупной перед этим самым работал его видно чем-то такое про тонировал и писал на грунте цвета не грунтованного холста вот такой цвет серенький и поэтому уже получалось так что при быстрого этюде вдруг где-то даже может какие-то пропуски могут быть между мазками и когда там оказывается пропуску такой вот тонально такого серого холста он незаметен не не свет звук вот и вот нам первого кафе ялте описано там на переднем плане только не пара мазков и там видно остался очень на цены серый грунт вот оттуда я и понял что мне это очень близко я пишу красного цвета вот проклейка один зон никаких других ну и чуть только тонировать можно темпер или больше чем вот ну что касается кистей то кисти здесь уже конечно должны быть если щитимные то тоже мягкие щитим тоже разные бывает вот для прокрытия больших плоскостей конечно щитимные кисть плоская и вот и если вы так взять ночь какие первые промо 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 прописку промазку такой это конечно пускай щитимные кисть а потом дальнейшая работа это колонковые кисти колонковые причем то же самое сейчас кисти очень скверные полонковые плоские они жидкие очень и не не дают возможности мазка они так квелые такие вот одно время были китайские кисти плоские на привозили молодец может опять будут привозить эти хорошие вареньем и можно было мазок как пользоваться мазком хорошо вот ну я вышел из затруднений так я беру круглую кисть конку колонковую утоплю и туда в черенок и потом плоскогубцами с плющей получается плоская кисть но она во-первых нужны мне длины какая нужна выпуск и второе она не просто по лопаточкой она естественно там закруглением вот и поэтому такое получено одновременно и круглые качество 100 оставляет и вместе как плоская и поэтому для работы она очень удобная удобная смысле такой легкости и движение мазка вот она очень это кисти очень удобные а вы не показали вас там нет таких киси которые делали из круглой плоской но потом покажу есть вот это кто к сожалению я сейчас не видал крупную размер для круглых а вот такого среднего размера есть я и не делаю 5 6 ну если говорить о работе на анатолии так маленький я люблю писать много маленьких маленьких и чудов у меня которые они некоторые из них быстрые очень быстрые точно допустим если вечерний закат или там утренний восход надо быстро написать то это конечно один сеанс но пусть и полчаса час больше не на имеет там в общем практически полчаса заход солнца эти конечно быстро и тут уже но я обратил внимание что надо прижим кому как конечно но я наблюдая опять же то мы все и научимся и учимся и учимся конечно друг у друга и у стариков учимся вот я обратил внимание что и левитан перед тем как писать делал рисунок даже быстрые его этюды делал рисунок и на там не не детальный а допущий но уж не говоря в рубль в рубль мроге и обязательно делали рисунок тот делал очень-то тот рисунок а потом его как говорится на верно на верный контур верный цвет вот как он говорил вот и я тоже самое делаю рисунок небольшой точнее неподробный рисунок проделываю рисунок вот иногда начать я делаю когда дело касается маленького и чудо то я делаю карандашом жестким потому что если карандаш мягкий то он смазывается там в краску мажется я только потом понял почему левитан делал пером рисунки под этюдные вы на этюде маленькие этюды а рисунок пером потому что такое он видит тушью она и на ней не не мазалась когда он потом краской писал она засыхала и уже не не мазалась как вот графитный графитный карандаш репин делаю рисунок обязательно но вот чего я говорю я я пользуюсь этим старым методом который но одновременно я часто делаю рисунок просто кистью предварительно перед тем как писать я делаю кистью но кисть конечно рисунок вот для этого нужна кисть довольно тонкая и довольно жесткая наметить и потом я еще понял на вещь что для того чтобы сделать быстрый этюд но не моментальный так на допустим 10-15 минут вот хотите вы написать этюд такой серьезный этюд течение допустим одного сеанса два-три часа три часа допустим этюд не надо спешить сразу шлепать краской потому что если у есть какая-то требовательность к рисунку то потом все равно начнутся поправки непрерывные поправки с одной стороны даже ты хорошо там получается живая такая хоть техника живая но лучше лучше чтобы быстрее написать нужно сделать рисунок рисунок по большим отношениям точный рисунок чтобы потом не достигать большие массы начальник вот это все равно чем можно и кистью можно можно и карантажу чем можно но только материалом который бы не потом не вступал в связь в связь с краской чтобы не получалось так что вы кладете допустим мазок чистый на небо вдруг оттуда лезет серая графитная грязь это надо уже понимать тогда нужно стараться тренироваться нужно и стараться краску к власть сразу попадать точно и и